Только что здесь, в университете Стэнфорд, я почти до смерти напугал свою жену, когда ее привез сюда, а потом взял буквально за руки и повел ее по учебным коридорам. Здравствуйте, с вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий Успех и Академии Настоящего Успеха. Можно подумать, ведь Стэнфорд один из самых авторитетных, уважаемых, наиболее престижных университетов всей планеты. Чтобы попасть сюда, нужно пройти действительно большой отбор и попадает сюда, как вы понимаете, далеко не все. Но у меня есть большущие желания. Я, как вы уже, наверное, знаете, изучаю сейчас искусственный интеллект, программирование роботы, машины, для того, чтобы объединить это с индустрией личностного роста, персонального развития. И я не привык сидеть в интернете и бесконечно искать возможности, куда поступить, где можно пройти курсы. Я привык, наверное, вы уже тоже знаете действовать. И мой опыт продавца научил меня тому, что в продажах то, что считается продажами, это время один на один с покупателем. Поэтому я обычно никогда не сижу и не жду, письма не пишу. И если у меня есть возможность войти туда, где находятся те люди, которые мне нужны, я пойду. Будь это конференция, выставка, ярмарка, семинар или, как сейчас, университет Стэнфорд. Я знаю, что в университете Стэнфорд изучают очень детально, очень тщательно. И при помощи, при содействии огромнейших корпораций мировых изучают искусственный интеллект. Поэтому я нашел в интернете, где находится лаборатория искусственного интеллекта Стэнфордского университета. Я приехал сюда, и мы тихонько с моей женой пошли по коридорам этой лаборатории. Моя Таня была напугана до смерти, потому что она не представляла, как можно так вот взять тупо, ворваться и ходить по Стэнфорду. Оказывается, можно. Поначалу, поскольку уже вечерело, нам не так было просто кого-то найти. И мы уже почти было уходили, потому что не с кем было пообщаться. Одни студенты вокруг, а мне нужны профессора, преподаватели. И вот мы находим пожилого седого мужичка. Он замечает меня, говорит, вам что нужно? Я говорю, я хочу учиться в Стэнфорде. Вы принесли с собой чековую книгу? Я говорю, конечно. Шучу, шучу. Что именно вы хотите? Я говорю, ну, мне не нужен в принципе диплом Стэнфорда, мне нужны просто знания об искусственном интеллекте. Что он говорит? Если вам нужны просто знания об искусственном интеллекте, не проблема вообще. Выбираете курс, заходите в аудиторию, садитесь на лекцию и сидите и слушаете. Конечно, лучше будет, если вы подойдете к профессору и скажете, что вы человек с улицы, вы не студент, вы через отбор, через комиссию не проходили, вы просто хотите получить знания для себя, дипломы, награды, статусы вам не нужны, можно у вас учиться. И он сказал, что, я так понял, что все профессора без исключения Стэнфордского университета разрешат мне приходить к ним на лекции, сидеть и учиться. Оказывается, как просто может быть попасть на учебу в Стэнфордский университет. И не только Стэнфорд. Точно так же я бы поступил бы и в Бостоне, в Гарварде. Точно так же я бы пошел в любой... И пойду, поскольку я сейчас тему искусственного интеллекта изучаю, я сейчас пойду, и никто меня не сможет остановить. А у меня вопрос к вам. Каким способом, какими убеждениями, каким образом мышление вы себя сами останавливаете от ваших желаний в жизни? Какие истории вы себе придумали для того, чтобы не начать действовать, а сидите и думаете, примут, не примут, пустят, не пустят, а может быть пора взять, поднять попу и просто прийти туда, где вы хотите быть, с кем вы хотите жить, дружить, общаться и работать, и сказать, как можно быть ближе к вам. Может быть вам понадобится спросить, что я могу сделать для вас, чтобы вы приняли меня к себе. Как сложится ваш разговор, я не знаю. То, что я точно знаю, что те люди в жизни преуспевают, кто не сидит на месте, а кто попу поднимает и вперед к своей мечте шагает. Будь то Стэнфорд, будь то Гарвард, будь то Кембридж, что угодно. Вы и только вы решаете, где обучаться, с кем время проводить и как свою жизнь выстраивать дальше. А вы напишите, пожалуйста, в комментариях к этому подкасту, что вы по этому поводу думаете и куда вы пойдете в следующие 72 часа. И именно должно быть туда, куда вы до сих пор себе не позволяли пойти, потому что придумали себе причину, почему вам туда еще ходить нельзя. Поверьте мне, ходить можно везде. И если вы будете ходить, вас обязательно заметят, вас увидят и руку помощи протянут и возьмут к себе. Я это точно знаю, я в это верю и я это вам желаю. С вами был ваш Николай Латанский из университета Стэнфорд, из Калифорнии, из США. И помните, верьте в себя. На этом сегодня все. И до встречи в следующем подкасте. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok